Всем привет! Это Андрей Курейчик, новый карантиноблог. Сегодня будем обсуждать очень важные темы. Но сначала я хочу поблагодарить тех коллег-журналистов, которые приняли решение и уходят со лживых белорусских государственных телеканалов. Я очень надеюсь, что к ним присоединятся их коллеги. И я очень надеюсь на то, что телеканалы и их трудовые коллективы присоединятся к забастовочному движению по всей Беларуси, которая хватила страну, что бы они ни делали. Сейчас рабочих закрывают в цехах, не дают им возможности выйти. Но, слушайте, ну если у людей такая позиция, ты же ее не поменяешь тем, что ты закрыл их на ключ. Я очень рад, что тысячи людей выходят сейчас из следственных изоляторов и ципов по всей Беларуси, Сокрестина, Жодина. Они рассказывают чудовищные истории о пытках. Просто гестапо отдыхает. В мире, я думаю, в последние лет 30-40 такого пыточного насилия над абсолютно мирными людьми, женщинами, детьми, потому что очень много людей до 18 лет, до 16 лет не было. Такого скотского отношения, такого понукания, такого, ну просто нечеловеческих таких условий нигде представить себе нельзя. Неуклюжую попытку, значит, извиниться предпринял министр Каратель, ой, извините, оговорился, Караев. Но, слушайте, как можно извиниться за изнасилование, за изнасилование, повторяю, изнасилование. Как оно, может быть, случайно попало под руку, человека изнасиловали, избили, люди лежали в лужах крови, потому что их лупили до беспамятства. Как можно за это сказать, извините, ну там вы случайно попали под руку. Нет, ну, друзья мои, мы, конечно, извинения такого рода не примем, мы просто распространяем дальше информацию по поводу всех этих пыток. Но я хочу обратиться ко всем ребятам, кто прошел через этот ад, через эту мясорубку. Пожалуйста, и все вокруг них зафиксируйте это, снимите все побои, дайте информацию о вас правозащитникам. Все подонки будут наказаны, все вычислены. Ну, это же легко, в Минске всего лишь 5 или 6 этих РОВД, и списочный состав сотрудников известен. Все будут вычислены. И найдется управа на каждого подонка. Более того, эти люди будут всю жизнь вам платить компенсации. Это будут многомиллионные иски. И в Новой Беларуси вы будете жить как короли за счет этих мерзавцев. Поэтому все фиксируйте, все отдавайте юристам. Идем дальше. Вы знаете, что в психологии есть 5 стадий, когда человек проходит по отношению к какой-то новой для себя ситуации. Значит, у Лукашенко новая для него ситуация. Он проиграл выборы, а выиграла их Светлана Тихановская. И, значит, мы видели первую стадию, это отрицание. Кто такая Светлана Тихановская? Да вообще это никто. Да вообще, ну как это в принципе возможно? Было? Было. Это было перед выборами. Это было в день выборов, когда отрубили интернет. Отрицание. Затем был гнев. Два дня фашисты-каратели били народ за то, что народ проголосовал неправильно. Их лупили, били, уничтожали. Гнев. Друзья, теперь мы переходим в очень опасную уже для нас стадию, которая называется ТОРК. ТОРК. Неожиданно появились какие-то миротворцы. Качанова, а давайте будем мириться. А мы же живем в мирной стране. Тот же Караев. Тот же министр здравоохранения Караник. Бондарь. Все министры, мэры вышли к людям. Друзья, давайте жить дружно. Это называется ТОРК. Вот вам три копейки. Только забудьте о том, что мы резали, катовали, убивали, вообще вели себя как полные скоты. Ну, как бы простите нас. Давайте взамен мы вам дадим два рубля. И так далее. ТОРК. Сейчас будет ТОРК. Приехали евродепутаты. Самое опасное, что в момент этого торга могут возникнуть торгующие и со стороны народа. Народа, принявшего решение. Значит, вот давайте поймем, что сейчас произойдет. Значит, штаб Виктора Бабарико предложил следующий план. Ну, там есть прекрасные пункты. Это освобождение всех политзаключенных, включая, естественно, и Бабарико, и Тихановского, и Статкевича. Всех. Вообще всех. Это должно быть стопроцентно принято. И без этого, в принципе, ничего мы рассматривать не будем. Там есть пункт о приостановке насилия, естественно. Пока людей бьют, мы ни на какие переговоры не идем, и народ не пойдет. А вот третий пункт я предлагаю сейчас обсудить всем нам вместе, и прошу высказаться в комментариях. Он гласит о том, что до 15 сентября должны пройти новые выборы. Там не говорится, как, кто их должен провести. Просто они должны пройти свободные выборы до 15 сентября. Значит, возникает два варианта. Вариант первый. Лукашенко остается у власти, и именно он, его команда, вот эта самая Качанова, кто там еще, Караев и все остальные прекрасные люди, должны провести новые честные выборы. Вы знаете, опыт у них прекрасный, в этом огромный, как они проводят честные, свободные выборы. Законодательство, какое у нас прекрасное на эту тему. Все же по закону исключительно. Бюллетени уничтожаются. Протоколы показать нельзя, законом не предусмотрено. Агитация законом не предусмотрена. Значит, агитировать можно только в Бангалоре и Киевском сквере. И то, пока там не проходят детские мероприятия и дни железнодорожных войск. Все идеально. И вот по этим правилам нам предлагаются новые выборы. Это первый вариант. Второй вариант. Требовать и добиваться ухода Лукашенко. Ухода Лукашенко. А уже Светлана Тихановская, как и обещала в своей программе, все готовит. Отстраняет всю эту код латвласти. Приходит новая команда. Она пишет заявление об отставке и проходит новые выборы. Это два принципиально разных варианта. Первый вариант. Выборы под Лукашенко, при Лукашенко. Второй вариант. Выборы без Лукашенко и его людей. Я прошу вас всех высказаться на тему, какой вариант вам самим ближе. Значит, если нам удастся усилить сейчас общественное давление, а его надо усилить, пожалуйста, дорогие мои, его надо усилить. Следующая стадия диктатора будет депрессия по психологии. И это уже предконец. Потому что принятие – это финальная, пятая стадия. Он будет вынужден принять волю народа. Сейчас он не готов к этому. Он говорит, 20 человек вышло на МАЗе только. 20 человек. Друзья, врет как дышит. 20 человек у вас было. Товарищи на МАЗе и МТЗ. Видимо, 10 человек на МАЗе, 10 человек на МТЗ. Надо усиливать это давление. Надо добиваться очень четкого результата. Еще раз. Мы с вами хотим новые выборы, которые проведет Лукашенко. Или новые выборы без Лукашенко. Давайте четко заявим волю народа. И будем идти к внятной цели. Без этой цели нас обхитрят. Торгом заболтают. И мы просто потеряем страну. А потом, если эта власть удержится, каждого найдут поодиночке. Они всех снимали на видео. Каждого найдут. И опять отправят в пыточную. Нам это надо, друзья? Мне кажется, нам это не надо. Значит, еще раз. Собирайте все истории. Публикуйте все свидетельства очевидцев о пытках. Это все должно стать основой для огромного международного суда. Такого в Европе не было никогда. Кроме, не знаю, гитлеровских времен. Это уникальная история невероятного фашизма. Обыкновенного фашизма. Короче говоря, друзья, подписывайтесь на мой канал. Давайте обсудим, что нам делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова